Уриет, Турция, ракетная дилемма. Ханди Феррат. Уриет, Турция. 9 марта 2019 года. Наиболее заметная тема в турецко-американских отношениях – решение США о выводе войск из Сирии и создании безопасной зоны. Но в последнее время наравне с этой темой на передний план выходит еще один вопрос. С-400, который Турция решила приобрести у России, и возражения США на этот счет. И по Сирии, и по вопросу С-400 между Турцией и США в течение некоторого времени идут переговоры на самых разных уровнях, от глав государств до министров и совместных рабочих групп. Хотя президент Эрдоган во многих своих заявлениях отмечает, Турция купит С-400, это дело сделано. США в некотором смысле пошли в атаку, чтобы заставить Турцию отказаться от этого решения. Пока контакты продолжаются, я попыталась выяснить последнюю ситуацию, связанную с позицией Америки. Позиция США относительно решения Турции по С-400 предельно ясна, и эту позицию они открыто выражают на всех переговорах. США, напоминая, что Турция является членом НАТО и их союзникам, не хотят, чтобы Турция купила систему противовоздушной обороны у России. Это объясняется некоторыми мотивами. Первый из них – несовместимость С-400 с системой НАТО. Другое и, пожалуй, более важное для США основание – это политика России и тревоги, связанные с этой страной. Каково содержание предложения? Россия рассматривается как страна, которая пытается подорвать международный порядок. Кстати говоря, по этой причине притворяются в жизни санкции в отношении России. Прежде всего чается, то есть закон о противодействии противникам США посредством санкций, был подготовлен именно поэтому. Еще одно важное основание с точки зрения США – Ф-35, Ф-35. В этой связи Турции дается следующий сигнал. Утверждается, что С-400 будут представлять угрозу для системы Ф-35, самого изысканного и дорогого истребителя последних лет. Хотя Турция говорит, «Я куплю и С-400, и Патриот, Патриот, с точки зрения США это не кажется возможным». В качестве предварительного условия для передачи Патриота в США поставили отказ Турции от покупки С-400. Иными словами, если Турция купит С-400, то предложение по Патриотам исчезнет со стола переговоров. В ходе переговоров с США по Патриотам, которые находятся на повестке дня с 2015 года, Турция отмечала, что не встретила искомых критериев. Важные сведения, которые мне удалось получить, утверждаются, что в основное предложение 2015 года были внесены заметные изменения. Американцы дают понять это следующим тезисом. «Мы сделали лучшие предложения. Лучшие, щедрые, необычайные». Они идут еще дальше и заявляют, что никто из их союзников не получал такого хорошего предложения. Я не смогла узнать детали. Подчеркивается, что переговоры продолжаются. А что если Турция будет настаивать на С-400? Сначала предложение по Патриотам будет отозвано. Американцы отмечают, что задействуют ЧАИСа. Об этом говорилось и на переговорах с Анкарой. Более того, опасности подвергнется процесс, связанный с F-35. А больше всего меня интересовал следующий вопрос, насколько метод угроз и санкций, которые США постоянно используют в отношении Турции, чтобы заставить ее выполнить свои желания, как и в случае с пастором Эндрю Брансоном. Андреу Брунсон – подобает союзничеству. И известно ли о том, какую жесткую реакцию это встречает в Турции? Утверждается, что цель – вовсе не наказать Турцию. Но при взгляде на картину в целом важно то, куда пойдет Турция со стратегической точки зрения. То есть основный вопрос в следующем. Турция будет работать с США или же сотрудничать с Россией, которую они обвиняют в попытке подорвать международную систему? США хотят увидеть ответ на этот вопрос. В некотором смысле на повестке дня снова известный спор об орбите, который шел одно время. Турции напоминают, что она западная страна и культура западных ценностей. Обращается внимание на тот факт, что это тоже чрезвычайно важно с точки зрения США. Генеральная система преференций – сигнал. На этот вопрос открыто дается следующий ответ – нет, связи нет. Не сигнал. Поясняется, что генеральная система преференций связана с рядом экономических критериев. Программа действует для тех стран, которые только начали развиваться. Экономика Турции успешно развивается, есть устойчивый рост, и это хорошие новости. Тщательно подчеркивается, что с проблемными вопросами между двумя странами это решение никак не связано. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.